Машина времени существует, и это не заявление фантастов. Математические формулы, которые пока в теории доказывают, перемещаться можно, как в будущее, так и в прошлое. А это уже графическая модель. Примерно так должна выглядеть машина времени в космосе. Два отверстия в пространстве и времени, соединенные коридором. В данном случае речь идет о очень необычных объектах, которые были открыты в теории Эйнштейна. И, согласно этой теории, в очень сильном поле тяготения искривляется пространство, в том смысле, что геометрия его меняется, и по-иному течет время. Такие необычные объекты ученые назвали кротовые норы. Это вовсе не человеческое изобретение. Создать машину времени пока способна только природа. Сегодня астрофизики лишь гипотетически доказали существование кротовых нор во Вселенной. Дело за практикой. Поиск кротовых нор – одна из главных задач современной астрономии. С кротовыми норами связана уже, в том числе, и возможность создания машины времени, путешествия во времени, в прошлое, в будущее и так далее. Там масса парадоксов всяких и так далее. Это очень непросто всем. Философские проблемы возникают и так далее. Тем не менее, теория предсказывает, что кротовые норы могут существовать. Их надо искать. Кротовые норы принадлежат к такому загадочному явлению, как темная энергия, из которой состоит 70% Вселенной. Сейчас уже открыта так называемая темная энергия. Это вакуум, который обладает отрицательным давлением. И в принципе, кротовые норы на начальной стадии формирования Вселенной, в момент Большого взрыва, могли формироваться из этого состояния вакуума с отрицательным давлением. Одно из мест обитания кротовых нор — центры галактик. Но здесь главное не перепутать их с черными дырами. Огромными объектами, масса которых миллиарды наших Солнц. При этом черные дыры обладают мощнейшей силой притяжения. Она настолько велика, что даже свет не может вырваться оттуда. Сила притяжения кротовых нор также огромна. Однако, если заглянуть вовнутрь кротовой норы, можно увидеть свет прошлого. В центрах галактик, в их ядрах, есть очень компактные массивные объекты. Большинство из них, наверное, массивные черные дыры. Мы можем их исследовать по полю тяготения, которое они создают, по движению газа в их окрестных, по движению звезд в их окрестностях. Так вот, предполагается, что, возможно, некоторые из этих ядер — вовсе не черные дыры, а входы вот в эти кротовые норы. Сегодня открыто более 300 черных дыр. От Земли до ближайшей, то есть до центра нашей галактики Млечный Путь, 25 тысяч световых лет. Если и окажется, что эта черная дыра — кротовая нора, коридор для путешествия во времени, человечеству до него лететь и лететь.